Продолжение следует... — Михаил Геннадьевич, прежде чем мы начнем отвечать на вопросы, несколько слов вот об этой книжке Александра Островского. — Это выдающийся наш историк Александр Владимирович Островский. Он в 2004-2006 годах издал биографию Солженицына, которую потом невозможно было найти нигде. И даже на озоне она стоила больше трех тысяч рублей пару лет назад, и все равно ее не было. В результате мы пересдали эту книгу с предисловиями Александра Островского, который подробно... — Ну, это правдиво, это честная биография Солженицына, которая показывает глубину его предательства и находит социо-психологические, даже отчасти классовые, может быть, корни этого предательства. Вот. Андрей Ильич Островский... Ильич Фурсов очень убедительно, как историк, показывает, что да, действительно, Солженицын был человеком в этом отношении конченным. Вот. Ну, понимаете, много людей бежало из страны, много у России было врагов, но людей, которые призывали сбросить на нас атомную бомбу, ну, кроме каких-то уже совершенно отмороженных фашистов, в общем-то, не было. Только один Солженицын. Вот. Ну, и я написал послесловие, в котором я показал место фигуры Солженицына в очень драматических событиях того времени. С одной стороны, это был действительно, судя по всему, Островский об этом не пишет в прямом, человек предельно добросовестный, он действительно историк, когда нет прямых доказательств, он не говорит, что это было так, но он показывает, что, скорее всего, это был проект ГБ, потому что он не мог написать просто такой объем даже очень плохой прозы за то время, которое у него физически было. Это физически невозможно. Там писали разные люди и многочисленные повторы материала, которые имеют место в полном тексте архипелага ГУЛАГа до сих пор, несмотря на все редактуры, в общем-то, это подтверждает. И это был проект ГБ, который, значит, вел тактическую войну, что внутри страны он должен был подорвать одну из группировок, которые у нас тогда складывались. Вот, и он действительно эту функцию выполнил, ну, а Запад вел игру не тактическую, а стратегическую. В результате их интересы совпали на одной фигуре, потому что Солженицын был нужен КГБ для тактических нужд, а Западу он был нужен для стратегических нужд, для долговременной, как Андрей Ильич говорит, психоисторической диверсии против советской цивилизации. И когда тактика сталкивается со стратегией, стратегия всегда бьет тактику, что мы и видим. И это был очень интересный момент в истории, это был длинный перелом, он начался в 67-м, когда лорд Маунтбеттон придумал, как переиздать Британскую империю в новом виде при помощи офшорной сети банков. И в 67-м году Британская империя окончательно ушла с карты мира, окончательно перестала быть глобальным игроком, потому что они формально сказали, что мы больше не можем обеспечивать безопасность Персидского залива, это его нефтяного сердца Запада, и передали контроль за безопасностью американцам. Но когда они ушли с мира геополитики, они попытались отыграться в мире геоэкономики. И это создание офшорной сети банков осуществлялось, как ФРС США в 2013 году, на русское золото, на советское золото тогда. Потому что англичане имели английское право, они имели сеть офшорок, они имели банки, они имели наработанный контакт, у них не было материальных ценностей. Они были банкроты и не очень сильно восстановились после Второй мировой войны. Наши, как я понимаю, предоставили им золото, и на этом расцвела волна англомании у нас, потому что было много надежд, что мы сейчас с англичанами в стратегическом союзе вместе будем править миром. Но великий геополитик наш Вадам Ядрихин говорил, что мы все знаем эту фразу, что хуже вражды с Англосаксом может быть только дружба с ним. Он не раскрывал, потому что для людей его культура, это было самое очевидное, что стандартная стратегия англосаксы, это мочи партнера. Мочи партнера, чтобы он за вас вытащил каштаны из огня, и когда он вытащит каштан из огня, после совместного поедания врага, можно будет прийти к поеданию партнера. То есть партнер это мишень, причем она не понимает, что она мишень, пока ее не убивают. И американцы переграли англичан, потому что у них были больше ресурсов, и в результате эта система развернулась против нас. Это был период 67-го года, начался в 67-м году. В 73-м американцы перехватили управление, потому что они ввели нефтедоллар. Нет, это было при Никсоне. Они ввели нефтедоллар, ну и закончилось все убийством короля Саудовской Аравии, которого пристрелил его племянник, сделанный в Вестпойнте наркоманом. И король Саудовской Аравии считал, что Саудовская Аравия не должна просто так ложиться под эту схему, что у них есть какие-то свои интересы. И после этого было Ямайское соглашение, валютное соглашение, которое поставило крест на обретанную вузской системе. От нее остались только институты, которые были наполнены совершенно другим содержанием. И Островский показывает, который, естественно, всех этих деталей не знал, потому что просто писал в другое время, он показывает, что вдруг Солженицын начал дико торопиться писать архипелаг в ГУЛАГ. Ему нужно было успеть сделать свой, так сказать, аккорд в этой большой пиесе. Он успел. Вот такая у нас аннотация к этому произведению. Да, и книжка Островского интересна не только тем, что это Солженицын. Это образец работы с документами. Когда вот есть воспоминания, очень хорошо. Очень хорошо. Теперь мы эти воспоминания совмещаем с этими воспоминаниями, которые друг другу противоречат. Это мы смотрим, кто из них прав, кто не прав, кто в каких деталях прав. А потом, вот говорят, что он так быстро написал, все замечательно. А что у него было с расписанием? Не-не, то, что у него было мало времени, это другое. Сколько он спал? А вот воспоминания, сколько он спал. А сколько он тратил на проезд? А вот столько он тратил времени на проезд. А сколько он тратил времени на еду? А вот столько. А на приготовление? А вот столько. И вот таким образом четко рассчитывается то максимальное время, которое он мог посвятить работе, выяснилось, что он не мог этого сделать. Физиологически человек не может писать с такой скоростью. Тем более он, в общем, очень медленно писал. И много-много вот таких вот замечательных деталей, которые просто дают метод. То есть, это книжка, которую написал, вот о Шерлок Холмсе написал вас. А это, как если бы о своих расследованиях писал бы Шерлок Холмс. Примерно так. — Итак, напоминаем. Александр Островский, Солженицын, прощание с мифом. — И здесь правильный подзаголовок. — Подзаголовок «Стыдные тайны 20 века». — Потому что стыдно. Этому человеку до сих пор стоит памятник в Москве. Его именем названа улица. — Улица, да. — Давайте мы московский Кремль переименуем во Власовце. — Во Влас. — Давайте переименуем. В чем проблема? — Это второе издание, дополненное и исправленное. Предисловие Андрея Ильича Фурсов, послесловие Михаил Геннадьевич Делягин. Приобрести эту книжку можно, перейдя по ссылке под этим видео. Так что переходите, узнавайте, уточняйте и приобретайте эту книжку. Это очень интересно. — Главное, читайте. — Да, и звучит хорошо. Островский о Солженицыне. Хорошее созвучие. — Александр Островский. — Александр Островский, да. А мог бы быть и Николай. Ну да ладно. — Правда, у нас сейчас в школьной программе, говорят, скоро будет Николай Островский. — Николай Островский. Да, да, да. Так что в любом случае противостояние Николая Островского и Александра Солженицына. — И Юлиус Фурсик вместе с Ильиным философом. — Возможно. И все нас ждет только впереди. Михаил Геннадьевич, есть у нас, да, сразу перед телезрителями немножко попрошу прощения, есть у нас некоторые сложности с техникой, поэтому выписали мы себе некоторые вопросы, которые успели прочитать. Я буду еще пользоваться смартфоном. Так, Михаил Геннадьевич, депутаты Госдумы сформируют рабочую группу для оценки возможных мер против уехавших за границу россиян, публично дискредитирующих ВСРФ, ну то есть вооруженные силы. Среди законотворческих предложений конфискация имущества, лишение званий, запрет на распространение контента в русском интернет-сегменте. Параллельно с этим Владимир Путин подписал закон о публикации декларации депутатов и сенаторов в обезличенном виде без персональных данных с 1 марта 2023 года. Ну, с одной стороны долгожданное наказание изменников Родины, с другой непонятная защита народных избранников. Стоп, 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 стоп. Вот давайте не будем путать. Изменник Родины, это уголовная статья. Это в кавычках. Да, она никаких этих самых не нуждается. Да, но если человек, значит, у нас обычно, когда говорят, что вот уехавшие, которые занимаются клеветой, вот это вот, то, что они занимаются клеветой, обычно тактично упускаются, и говорят, вот ужас, 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 сейчас там несчастных релокаторов будут отнимать их квартиры. Это не так. Если человек уехал, ну, он не согласен ни с чем, он не любит, так сказать, власть и так далее. Но если он ее ругает, но ругает по тем фактам, которые имеют место, никаких проблем. Если он занимается клеветой, если он собирает деньги на убийство граждан России, это другое дело, это преступление. Поскольку в рамках уголовного кодекса наказать его нельзя, потому что он уехал, значит, нужно придумать, как его наказывать по-другому. Господин Клишес, когда эту идею услышал из уст депутата Морозова, кстати, от той же самой «Единой России», заявил, что нужно, это же главный юрист «Единой России», что нужно очистить органы государственной власти от тех, кто, на самом деле, от патриотов, которые считают, что Россия имеет право на самозащиту. Хотя бы отклеют. Вот. Но когда товарищ Володин эту идею, так сказать, повторил, значит, Клишес уже, так сказать, растекся конструктивной ужасной. Вот. А ну и хорошо. А что касается того, что как бы анонимная публикация декларации, для меня некоторая загадка, я, правда, не читал указ, может быть, там какое-нибудь оригинальное устройство сделано, понимаете. И можно, конечно, под номерами, но у каждого депутата есть свой номер. На каждом удостоверении есть свой номер. Вот у меня, например, номер 118. Он у меня на значке, ну, так сказать, за ухом не вытатурирован, но как бы он мой номер. Если бы мне давали машину, машина была бы номер там 118 на конце определенный. Вот. Каким образом будут публиковаться анонимные декларации, и самое главное, зачем? При этом понятно же, что если там человек владеет чем-то специфическим, какими-то акциями, то, в общем, найти, определить, что это именно его декларация, можно будет по этим акциям. Все примерно понимают, кто чем владеет. Разговор о том, что вот у нас много бизнесменов, извините, много депутатов находятся под санкциями. И нужно, чтобы предприятия, собственниками которых они являются, мы передали все это в управление, как положено, так сказать, соответствующие фонды, чтобы эти предприятия не попали под санкции. Простите, пожалуйста, а что, они их приобрели уже в ходе специальной военной операции, уже в 22-м году? А если они приобрели их чуть раньше, то они в декларации на 1 января 22-го года уже засветились, все все знают. Вот эти вещи мне совершенно непонятны, честно говоря. Поэтому я голосовал против этого дела. Вот. И у нас же это с законом еще было оформлено. Вот. Ну, в отношении депутатов там других уровней. И я свою декларацию выложил в доступ, потому что, ну, а что там прятать? Михаил Геннадьевич, а зачем вообще вся эта шумиха, и почему это именно сейчас вот эта тема вдруг всплыла? Ну, шумиха насчет уехавших, насчет эмигрантов вызвана тем, что действительно много, многие из них собирают деньги на помощь вооруженному всему Украину. Которые эти импотенты даже террористической организации не в состоянии признают. Здесь какой формулер? Даже СБУ, украинское гестапо, мне прямо написали прямым текстом. Мы не можем признать эту организацию террористическую, потому что она является органом государственного управления. И что? В гестапо они не могли бы признать террористической организацией. И, так сказать, организацию, которая была у красных кмеров, тоже они не могли бы признать террористической организацией, которая там 38% населения страны истребила, потому что она, так сказать, является органом государственного управления. Ну, вот такие импотенты нами руководят. Ну, как я понимаю, у вас в Госдуме весело? Ну, вы знаете, очень спокойно. Очень спокойно. Не знаю, порадоваться или огорчиться спокойно. Завтра придет к нам министр строительства, который рассказывал, что у нас подготовка новых регионов к зиме осуществлена на 96%. Так уж зима заканчивается. Нет, он это рассказывал в октябре месяце. И мы видели там достаточно много всего интересного. Но я спрашиваю, он скажет, да-да, 96%, а все, что вы мне, все, что вы сейчас говорите, это в 4% укладывается. Все, я вам абсолютно правду говорю. Ну, логично, не определяешься, в 4% укладывается. Ну, конечно. По его данным, как бы. Ну, понимаете, это даже не бесстыдство. Это даже не бесстыдство. Это просто игнорирование реальности. Это люди привыкли жить в условиях имитации. И они четко понимают, что любой чего-то реальность, он для них контрпродуктивен. Ну, и не знаю вообще, что делать. Если честно, все это идет, все это идет просто к какой-то глубокому рассыпанию. Ой, неплохо начался год. Нет, год начался великолепно. Но год начался с обращения президента Российской Федерации. Как обычно. Ну, хорошее обращение, как и все его обращения. Замечательные. Тут не придерешься. Так, что Госдума делает для защиты граждан от политического людоедства? Если ничего, зачем она нужна? Что такое политическое людоедство? Чем оно отличается от обычного? Наверное, политическое более красиво окрашено словами. Хотят ничего не делать. Ну, понимаете, вот, товарищ, а смысл вашего вопроса в чем? Я могу процитировать, когда, значит, многие люди из Справедливой России, из КПРФ, из ЛДПР, то, по-моему, люди еще не предлагали, но скоро предложат через некоторое время. Говоря о необходимости гарантировать гражданам России конституционное право на жизнь. Ну, понимаете, мы с Исенбаевым, по-моему, вдвоем читали эту замечательную конституцию. На меня это произвело неизгладимое, не знаю, как на ее, на меня произвело неизгладимое впечатление. Я узнал так много о своих повседневных правах, даже не подозревал. Ведь что такое право на жизнь с точки зрения экономиста? Это не то, что мне нельзя рубить топором в подъезде. Нет. Ну, желательно и это тоже. Это, само собой, право на жизнь, это, прежде всего, гарантия прожиточного минимума. Что, если у меня в кармане лежит паспорт гражданин Российской Федерации, то я, я, как носитель этого паспорта. Ну, как при советской власти. Вот, если человек был способен дойти до кассы, свои 90 тысяч он получал. То есть, 90, свои 90 рублей. 2 рублей. 90 рублей, извините. Я еще думаю, нечестно. В наших ценах можно считать сколько, но прожиточный минимум многократно занижен. У нас там 14 тысяч с чем-то. Я говорю, ребят, ну, давайте хотя бы это гарантировать. Ответ. Это недопустимо. Потому что гарантирование права граждан России на жизнь это поощрение того самого социального иждивенчества, под грузом которого рухнул даже могучий Советский Союз. Близко к тексту излагаю. Логично. Один из умнейших единороссов с трибуны Государственной Думы. Правда, потом он же рассказывал, что бюджет фиктивный, поэтому нужно его принять как можно быстрее. Ну, тоже недословно этими словами. Да, я понимаю, смысл так. Вот. Так что, коллеги, ну вы сначала терпите единороссию, а потом плачете. По-моему, это очень логичная последовательность. Наверное. Спасибо. Вот, кстати говоря, любопытный вопрос. Михаил Геннадьевич, расскажите поподробнее о конкурсе молодых ученых, которые вы проводите. Я объявил буквально вчера конкурс работ молодых ученых-обществоведов, молодой до 35 лет, как положено, по экономике, политологии, истории и социологии. Принимаются работы, которые должны раскрывать какую-то тему. Это действительно научная работа должна быть. Они должны раньше где-то публиковаться. До 40 тысяч знаков, пожалуйста, оформлены по правилам. Предварительные темы я там накидал по всем четырем направлениям, но на самом деле принимаются по любым тем, которые сбрыгнут в голову. Просто нужно понимать, что эта тема должна быть актуальна, она должна быть логично изложена, и она должна иметь практический смысл. Ну и, естественно, там должно быть что-то новое. То есть это не надо пересказывать учебник, не надо пересказывать Островского, потому что это уже есть. Первая премия по каждому направлению 50 тысяч рублей, вторая 30, три третьих по 10 тысяч рублей. То есть это как бы премиальный фонд, плюс интересные статьи я буду публиковать в Ваковском журнале, который издаю в «Свободные мысли». Бывший коммунист, бывший большевик. Это Ваковский журнал, к сожалению, не по социологии, только по экономике, политологии и истории. И я буду публиковать сразу по мере поступления то, что интересно, то, что жюри признает интересным, не зажидаясь подведения итогов конкурса, потому что у нас полный хаос, полный бред в научной политике, и невозможно спрогнозировать. Вот завтра мы сейчас с вами говорим, вечером, сегодняшний день, какому-то, так сказать, не хочется говорить психу, какому-то выдающемуся руководителю изменения обра науки, стукнет в голову, и будет другой список ВАК. Я уже в этом цирке играть, скорее всего, не буду, потому что это просто бред, безумие и бессмыслиец. Вся эта наукометрика, это шизофрения, когда люди до сих пор заставляют, значит, не признают их нормальными людьми, если они, значит, скупуси не опубликовались у врагов. А у врагов можно опубликоваться, только если вы Россию оклевещете. По-другому нельзя сейчас уже. И не только в общественных науках, кстати. Вот. То есть это для выявления молодых, интересных специалистов. Потому что старое общество в виде не умерло практически. А люди даже не заметили, что переход от индустриальной эпохи к информационной, который случился в 1991 году, и когда сменилось все. А у нас в 2020 году произошел новый переход от информационной эпохи к эпохе социальных платформ, цифровых экосистем, когда людьми управляют уже без денег. Это просто новый мир, его должны изучать новые мозги. И это не для зарабатывания денег, не для делания карьеры. Это просто потому, что это интересно. Люди будут делать. И вот таких людей неплохо было бы вывалить. А вы думаете, что без какого-то, без какого-то манка будет просто интересно? Вот без, ну ладно, не финансы, но может быть какой-то карьерный рост? Во-первых, для студента маленькие деньги это все равно деньги. Во-вторых, иметь возможность писать в резюме, в лауреат премии грядущее знание, это тоже интересно. Ну и публикация в Лаковском журнале это тоже неплохо. Ну, Лаковский журнал, я так понимаю, это одна из таких серьезных причин. Михаил Геннадьевич, а кто? Более того, со временем, я надеюсь, конкурс сделать регулярным, попробовать собрать, так сказать, некоторое ядро мыслящего вокруг него, чтобы это сделать, ну, как бы, таким центром форматирования разумной патриотической мысли. Нашим одичалам это, понятно, совершенно неинтересно, но плохо с ним. А в жюри кто будет? Можете назвать? Ну, это какие-то определенные люди? В жюри будут совершенно определенные люди, но пока, вот пока человек сам не дает согласия, что он в жюри. Ну, людям неудобно, потому что человек, каждый боится, что он скажет, я вот в жюри, а завтра к нему начнут обращаться лично, а я ваш студент, а я ваш аспирант, помните, мы с вами вместе выпивали и так далее. Кому что захочется. Поэтому, вот, если человек из жюри сам выражает желание, я скажу, что он будет в такой-то сфере, да, пожалуйста. А сколько народу должно быть? Где? Ну, в жюри вот в этом, сколько человек должно быть? Ну, минимум, миниморум, по одному человеку на каждое направление я, это минимум, миниморум. При этом, что, в общем-то, экономисты разбираются в политологии, а некоторые в истории, социологи разбираются вообще во всем, вынужденно, они со всем этим работают, с представлением общества об этом. Политологи, ну, некоторые не понимают, в экономике на большинство понимают, то есть это, на самом деле, это деление абсолютно условно, потому что сложилась единая, единая общественная наука, единое общество знания, оно уже складывается. Этот конкурс, хотя он формально проводится по разным категориям, но это просто, чтобы молодым было привычнее. На самом деле, это все уже ушло. Мне предлагали культурологию выделить в отдельную категорию. Так, так, ребят, так, ребят, подождите. В той части, в которой это просто культура, это относится к социологии, в той части, в которой это относится к власти, это политология, в той части, в которой это относится к прошлому, это история, в той части, в которой относятся к практикам хозяйственной деятельности и принятию решений вокруг этого, это экономика. Ребята, ну, все. Ну что ж, удачи, Михаил Геннадьевич. Спасибо. Хорошее начинание. Хочется надеяться, что это произведет нужный эффект, как говорится. Решил пойти к начальству, вот сегодня прямо от начальства. Мне объяснили, что же у нас уже все. есть? Все очень хорошо. Ну, ничего нового. Все работают. Если у вас все есть, так и летите в Тартаро, чертовая мать. И все работает, самое главное. У них все работает, конечно, знаете, как это, зынь, 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 все в порядке. Я как с утра встал, сразу задрели, вспоминая старый советский. Где вы работаете? На лесопилке, в казначействе. Да. Так, Михаил Геннадьевич, на ваш взгляд, какие главные критерии полезности депутата? И могут ли избиратели лишить депутата его поста, если он не выполняет свою работу? Значит, я считаю, что депутаты, что избиратели должны иметь право лишать, отзывать депутат. У нас было в Советском Союзе, это было в конце 20-х годов еще точно, это было отменено в середине 30-х. Был механизм отзыва депутатов. Когда, если депутат не работал, собиралась какая-то часть избирателей, голосовала и проводили перевыборы. Скажем, в Горсовет Новосибирска в году, в 26-м, было переизбрано более 60% депутатов. И Новосибирск не рассыпался от этого, все в порядке. Вот. Я считаю, что должен быть аналогичный механизм сейчас. Я считаю, что судьи должны быть выбраны, как это было при советской власти. Ну, Верховный суд нет, там уже за профессиональные заслуги, а так судья должен избираться гражданами. Пожалуйста. Избирайте, депутат должен избираться гражданами, сенатор должен избираться гражданами. И, если люди считают, что он не работает, то они должны иметь возможность собраться и провести сбор подписей. Вот, грубо говоря, 10% инициативная группа регистрируется, 10% подписей собирается, то, что этот депутат полный отстой, нам не нужен, и проводит перевыбор с маленькой подробностью. Если, если перевыборы все равно приводят к тому, что голосуют за этого самого депутата, 10% недовольны, а 50% считают, что нормально, все в порядке, вот эта избирательная группа оплачивает или эти досрочные выборы, или части, чтобы люди понимали, что вот просто так цирк устраивать не надо. Но механизм отзыва депутатов должен быть. Что касается полезности депутата, то это очень сложная тема, потому что функции депутата в реальности принимать закон. Да? Ну вот я, представитель партии, которая имеет 29 депутатских мандатов, конституционное большинство принадлежит Единой России. То есть, если даже все партии, кроме Единой России объединятся, никакого закона они не примут. Очень часто бывает так, что значит какой-то закон обсуждается, скажем, о гарантировании права на жизнь граждан Российской Федерации. Единой России истошный визжит, не голосуем! Я просто хочу выложить этот истошный визг в телегу, чтобы народ послушали на YouTube. «Не голосуем!» И значит картинка. 109 человек за, остальные блистательно отсутствуют в зале, остальные не голосуют. Соответственно, закон не принят. А это по закону возможно? По закону депутаты имеют право не голосовать, находясь в зале. Нет, а вот крики вот эти «Не голосуем!» это тоже законно? Я могу призывать своих коллег к чему угодно. И опять-таки действительно есть фракционная дисциплина, по-честному. каждый специалист в какой-то своей сфере. Вот обсуждают закон о наделении помощников судей каких-то полномочий. Я много рассудился, но я так навскидку не могу понять, насколько это нужно, насколько это полезно, насколько это критично. Ну, бывший прокурор Москвы Юрий Синельщиков, если не выступает против этого из КПРФ, значит, типа, нормально. Но есть еще политическая позиция партии, там программа, все. И фракция принимает решение, как мы голосуем по каждому пункту. Ну, и дальше уже мы голосуем по этому пункту, если там кому-то не придет в голову свежая идея, тогда в зале, так сказать, решаем по-другому голосовать. Так что в этом криминала нет, в этих источных оплях, самих по себе. Ну, просто у кого-то очень язычный голос. Бывает так. А при этом сказать, что когда человек не голосует, то это неправильно. Да, конечно, это неправильно. Вот я сижу, если я не голосую, формально меня можно за прогул наказывать. Ну, хорошо, тогда будут воздерживаться. Результат будет тот же самый. Насчет полезности. Ну, и какой закон я могу принять? Для того, чтобы принять какой-то, добиться принятия какого-то закона, я его должен подарить. Должен прийти к людям из Единой России и сказать, ребята, смотрите, какой хороший закон. Видите, как классно будет? Давайте я буду вашим соавтором. Тогда закон пройдет. Если им понравится. Ну, вот, если им понравится. Да, но это, понимаете, это уже сильно сложно, на самом деле. Вот у меня сейчас такой закон идет, я, так сказать, дышу через раз, чтобы он прошел. А вы уже пообщались с единороссами? Пообщался, конечно, давно пообщался, полгода назад. А они пока думают, нравится им это или нет? Не согласуют, потому что нужно же со всеми заинтересованными структурами договориться, чтобы никого не обидеть, чтобы всем было комфортно и кошель. И согласование продолжает? Нет, я думаю, что сейчас это все-таки пройдет, так сказать, я в них два раза в казино играл, один раз проиграл 5 евро и один раз проиграл 10 долларов. Все! Я, правда, их долго проигрывал, но... Ну и хватит. Не моя чашка, чай совсем. Вот, поэтому, как бы, по законам достаточно сложно. У вас все единороссы будут победителями, вся позиция будет в аутсе. Дальше, по писям трудящихся. Ну вот я, так сказать, то ли второй, то ли третий депутат по количеству обращений граждан. При этом четко нужно понимать, что к обращениям единороссов отношение одно в любой власти, к отношениям людей из других партий, отношение другое. Причем, неважно, я сейчас имею в виду, вот если взять вот эту коалицию ЛДПР, КПРР, Справедливая Россия, то есть... Это не коалиция. Во-первых, это не коалиция. Не коалиция, я имею в виду... Вы забыли помянуть новых людей еще. А, новые люди. Нет, я имею в виду, что в любом случае, если кто-то от справедливой России, от за правду, от КПРФ, от новых людей, от Яблока... Не, Яблока же у нас нет, по-моему. Яблока больше нет. Забудьте. Да-да-да. ЛДПР я имел в виду. То есть, реакция одна и та же. Или на кого-то больше реагирует, на кого-то меньше. Реакция у всех разная. Опять-таки, медийный депутат, не медийный депутат. Скверный характер, не скверный характер. То есть, на меня иногда реагируют, например. На Ивана Ивановича Иванова реагируют сильно меньше. Опять-таки, у кого-то есть какие-то личные связи. Кто-то может позвонить губернатору и решить все проблемы, избирать все. Ну, не все, конечно, но многие. Я не могу позвонить губернатору. Потому что у меня идти отношения, не с одним. Вот. То есть, тоже, как считать полезность? А люди вообще думают, что чем больше в телевизоре, тем больше полезности. Ну, никакой-то это имеет отношение к реальной полезности депутата. Никакой. Еще считают упоминаемость в телеграме. Ребят, но это точно. Медийная составляющая. Она не имеет отношения к реальной полезности депутата. Это, это, Она имеет отношение к уважению людей. Чем больше вас уважают люди, тем меньше вас уважает власть, как правило. Что выбираем, Николай Геннадьевич? Людей. Людей. И, соответственно, по всем показателям полезности депутата проваливаемся. Черт, твою мать. Ну, вот я просто и говорю, что тут очень такая тонкая грань. Так, Саша Горбатенко спрашивает, почему мы до сих пор, Михаил Геннадьевич, вам должно понравиться, почему мы до сих пор не сделали для стран Запада эмбарго на Титан, уран, палладий, никель, сапфировые подложки и так далее? Ну, потому что это нанесет странам, государствам, которые пытаются нас уничтожить, существенный ущерб. А люди, которые живут ради своих домиков в Майами, в Париже, или не своих, а чьих-то других домиков в Майами и Париже, они не могут даже помыслить о том, чтобы своим хозяевам сделать больно. Ну, как же так? Ну, вот этот анекдот. Откуда пошла фраза бомбить Воронежа, знаете? Нет. Был анекдот. Значит, наши военачальники созвонили, слушай, ну что, бьем по Берлину? Нет, там у Васи дочка учится. Ну, что, по Лондону? Там у Сереги дочка учится. Естественно, у Сергея Кургетовича Шойгу, это я случайно упомянул. Или не у Сергея. Она там не учится. Нет. Ну что, по Вашингтону? Да там у Петра племянник работает, племянник работает в консалтинговой фирме. Слушайте, а в Воронеже есть у кого-нибудь рост? Не у кого-нибудь? Давайте по Воронежу. Я, конечно, не высказываю этого предположения. Это даже не гипотеза. Это такая некоторая, так сказать, теория, оценочное суждение, предположение. Ну, а как по-другому это объяснить? Простите. Как это объяснить по-другому? Когда вот мне приходит, мне пришла в голову очень красивая идея. Мы не можем Украину объявить террористическим государством. У нас нет по закону правил, по которым мы другое государство можем объявить террористом. Хотя американцам это не мешает, но у нас как бы Министерство иностранных дел говорит, что мы не можем и мы не имеем права. Он знает два слова. Мы не можем, второе, мы не имеем права. И третье, защищать граждан России недопустимо. В адрес, когда я пытался защитить наших миротворцев, получил за это розыск в Антерполе, МИД иностранных дел Российской Федерации сказал, что защищать российских граждан недопустимо. Ну, миротворцев я имею в виду. Официально было заявление в мой адрес. Вот. Я им пишу, ребят, ну, Украина, Украинское государство это же организация? Так давайте мы признаем террористами их не как государство Украины, а как организацию государства Украины. это же государство, это же организация? Они прислали, вот страница на 12, текст, ответ, почему это нельзя? Я прочитал с большим интересом. Там был, например, такой пассаж, примерно, опять-таки, близко к тексту. Почему, а как депутат Делягин собирается, если мы признаем Украину террористическим государством, это же значит, что мы должны уничтожить это государство как террориста. Как же тогда депутат Делягин предполагает исполнять наши обязанности перед Украиной, согласно уставу ООН, по обеспечению территориальной целостности и неприкосновенности? Пишет мне замминистра иностранных дел Российской Федерации в августе этого года. Прошлого. Прошлого. Я, значит, пишу запрос, ребята, объясните мне, что это было. Сначала я на этого, так сказать, господина Рябкова пишу, потом я уже на Лаврова пишу. Мне приходит совершенно другой ответ от совершенно другого заместителя, господина Лаврова, который говорит, общий смысл, как вы могли вообразить себе, что мы могли написать то, что мы написали? Логично. Эти люди нами реально управляют, понимаете? Эти люди реально нами управляют, там на что-то обижаются, какие-то инициативы разрабатывают, пищат по какому-то адресу. Власти Крыма, власти Крыма, господин Аксенов, приняли решение о конфискации активов украинских олигархов, которые, значит, спонсируют фашизм на Украине. Только в Крыму! В Севастополе? Нет. На второй территории России? Нет. Пожалуйста, никаких проблем. Только в Крыму нельзя. Только в Крыму конфискуют. И эти деньги, значит, активы будут проданы, вырученные деньги будут направлены на поддержку наших военнослужащих в зоне специальной военной операции на обеспечение всех необходимых. Я вот сижу и думаю, бесстрашный человек Аксенов. Реально бесстрашный. А если его сейчас привлекут к ответственности за клевету на российские вооруженные силы? Ведь логика-то какая, которую сейчас к людям применяют? Если вы волонтеры, собираете деньги на поддержку российских военных, значит, они не все имеют, что им необходимо. Значит, вы клевещете на наши вооруженные силы? Люди, присылают ролики с передовой, что там происходит? Ну, присылали раньше. Так ответ из Минобороны. Кто снимал фамилии, имя, отчество? Никого не волнует там фамилии участников? Никого не волнует, так сказать, место? Кто снимал, чтобы было кого сажать? Как я? Как я могу предположить? Михаил Геннадьевич, как вы считаете, стоит ли доверять телеграм-каналам? Или все-таки частенько информация из телеграм-каналов, это, я объясню сейчас, почему я спрашиваю, или она все-таки в большей степени такой, какие-то вбросы, которые не имеют... Стоит ли доверять YouTube роликам? А в роли стоит. Эхо Москвы условного не стоит. Товарищу Пескову, которого исчерпывающе охарактеризовал Владимир Владимирович Путин, я бы, так сказать, критически бы к нему относился. Я бы ему не доверял. Тому, что он говорит, ну, я в этом отношении доверил Путину. Когда Путин его охарактеризовал работу, что вот остается сделать? Нет, он сомнителен, он сомнителен, я бы ему не доверял. То же самое с телеграм-каналами. То же самое с телеграм-каналами. Есть, так сказать, вруще. Есть, вроде патриотический канал, рассказывает, что никаких русских в природе не существует. Вот, 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 как раз. Вроде канал, к сожалению, сейчас не буду его называть, вроде как позиционируется как патриотический. Сегодня с утра прочел, что по сообщениям этого канала Владимир Путин назначил Романа Абрамовича, внимание, представителем на переговорах США по украинскому вопросу. Простите, пожалуйста, а кто организовывал переговоры, кто был на переговорах в Минске, Абрамович? Кто был на переговорах в Стамбуле, Абрамович? В Минске, это вот те минские соглашения? Нет, не минские соглашения 15-го года, а первоначальные переговоры с украинскими фашистами шли в Минске. Там Абрамович засветился, засветился, Абрамович в Стамбуле засветился, засветился, Абрамович на обмене нацистских убийц палачей на Медведчука засветился, засветился, телефончики дарил, чуть ли термисус ложечки этих мерзавцев не кормил. Но почему Владимир Владимирович Путин не назначить его представителем? То есть вы допускаете, что такое возможно? То есть теоретически это возможно. Ну слушайте, а у нас Силуанов, министр финансов, а у нас Набиулина, глава Банка России, а почему у нас Абрамовичу не быть представителем президента, в конце концов, недавно Анатолий Борисович Чубайс был представителем президента Российской Федерации, чем Абрамович Хубайс? Потому что он больше вреда, что ли, нанес? Нет. Так что, понимаете, конечно, канал, который нам бесконечно вещал о Славянско-Краматорской наступательной операции, потом наступило известное всем спрямление линии фронта, это я цитирую Министерство обороны Российской Федерации, это я не другую, не первооткрыватели этого термина, цитирую, который-то излагали во время операции Багратион. Вот. Я этому каналу больше не верю. После Славянско-Краматорской наступательной операции. Военная пропаганда это хорошая вещь, это духоподъемная вещь, но реальность это тоже надучит. Ну да, некоторые нюансы. Тут Юлия Килина... Понимаете, этот самый, еще есть такой Михаил Унуфриенко, который рассказывал, бедные, несчастные люди, которые говорят о том, что в России нужно перерабатывать больше нефти, развивать перерабатывающую промышленность. Ну, вам же строят газоперерабатывающий завод, зачем вам нефтепереработку? Ну, ребят, логично. Ну, как бы, до свидания, ребята, не уменьшу. Перенапрягся, товарищ. Все бывает. Так вот, Юлия Килина здесь комментирует, интересный интерьер, а что, студии Авроры уже разбомбили, надеемся, что нет. Нет, Юлия, со студиями Авроры все в порядке, просто, допустим, сейчас вот у нас наш эфир с Михаилом Геннадьевичем вышел чуть-чуть попозже, Михаил Геннадьевич был на важной встрече, чуть задержался. Да, я приношу извинения. Да, а параллельно просто у нас уже идет Аврора на линии, поэтому ничего страшного здесь нет. Ну, и потом сейчас, да, чаще используется вот эта студия по разным причинам, так что, не волнуйтесь, вторая или главная студия, да, радиостудия Авроры, она функционирует вполне себе. Я должен отдельно отметить, что все источники ради Авроры это источники близкие к Кремлю, если не политические, то, вернее, близкие к администрации президента, то, по крайней мере, географически, меньше километра. Да, это уж, вот, небольшую тайну раскрыл Михаил Геннадьевич, сейчас будут проверять, где это тут неподалеку, но если вы, конечно, знаете, где находится администрация президента, по какому адресу, это же тоже очень важно. По каким адресам, адресамо, это существо. Михаил Геннадьевич, не спорю, безусловно. Так, время у нас, ну, есть еще немножко, еще пару-троечку вопросиков зададим. Иван Толпеев спрашивает, сколько времени уйдет на то, когда фондовый рынок России развернется, развернется вверх, и все начнет стабилизироваться? Простите, пожалуйста, а под воздействием каких факторов он развернется вверх? Михаил Геннадьевич, вот и отвечайте. Я не знаю. Но какие факторы могут быть? Ну, на самом деле, теоретически, можно себе представить, у нас сейчас некуда вкладывать деньги в общем и целом. Можно себе представить, что мы одержим какие-то серьезные, существенные победы. На фронте. На фронте. Что наше, ну, уже по-моему, за употребление этого слова не наказывают, отребовали линии боевого соприкосновения только называть. На линии боевого соприкосновения. Сейчас уже кое-кто говорит безнаказанно, и что у нас война идет. Но я никому не рекомендую, потому что кому-то захочется получить дополнительную звездочку и пострадаете. У меня последний мой знакомый диссидент, известный мне диссидент, умудрили сесть в тюрьму в Советском Союзе в 89-м году. Да, это надо было Я хорошо знал людей, которые их сажали. Вот, но не суть, вот чтобы не быть этими последними диссидентами. Успехи на фронте. Дальше, внятная, разумная, внутренняя политика перехода творовства к развитию. Ограничение финансовых спекуляций, стимулирование производства добавленной стоимости. И тогда, да, тогда у нас появится доверие к государству, и тогда будет достаточно бурный рост. Но, когда государство одной рукой уничтожало патриотов все это время, а другое время выкликало высовывайте голову, чтобы мне было видно, почему бить, ну, у нас была политика в стиле Януковича очень долго, где-то хорошо помню. А в 2006 году слово русский употреблялось в основном официально, так сказать, этих самых, как приложение к слову фашист. Устойчивое слово сочетание. В 2006? В 2006 еще это было. Вот, может, какое-то время и позже уже не следил. Но даже вот вы назвали 2006 год, это сколько было? 16 лет назад. А когда у нас перестали наказывать людей в уголовном подрядке за использование слова война, применительно к специальной военной операции? По-моему, с самого начала. А я вот не уверен, что перестали наказывать. Я не уверен, что перестали наказывать. Вот. Ясно. Вот, кстати говоря, когда говоришь, нам необходима мобилизация, следует ответ. Да и какая у нас специальная военная операция? Ну что? Ну, да, пока все. И первый вице-премьер Российской Федерации товарищ Белоусов исчерпывающе объяснил, не может быть мобилизация, потому что при мобилизации чиновники отвечают за свои действия. Так не может быть. Ох, это наша излюбленная тема по поводу ответственности чиновников. Личной. Так, Феникс 474, гром. Здравия вам. Вот, кстати говоря, актуально. Как по-вашему, трагедия в Турции сегодня, ну и там и в Турции, и в Сирии, по-моему, это ответка за переименование собора Святой Софии в мечеть? Вы знаете, что-то мистическое. Я не специалист в теологических вопросах, совсем отнюдь. Вот, так что это вопрос к теологам, но, по-моему, как-то для Господа Бога как-то слишком много времени прошло. Можно еще сказать, что это ответка за разграбление Константинополя. Ну да. За его переименование, за резню христиан, армян и так далее. Вот, так что я думаю, что скорее можно обсуждать, является ли это применением, так сказать, оружия, как-то оно называется, геологическое, по-моему, тектоническое. Тектоническое. Тектоническое оружие. Или это действительно объективный процесс. Но мы, не будучи специалистом, мы не можем это узнать и даже это проверить в каких-то сообщениях, потому что, да, действительно, это зона разлома тектонического. Да, действительно, там землетрясения. Да, действительно, это зона сейсмической активности. сейсмическое оружие. Сейсмическое оружие, да. Зона сейсмической активности. Да, уж больно все совпадает, что он при Горбачеве в 1986 году спитак, и вот такие стихийные бедствия, в общем, заметны. И Эрдоган пошел против американцев, выбрав англичан, судя по всему, окончательно. И себя при этом, не забывая, американцы, явно этим сильно недовольны. Но это случайное совпадение или сейсмическое оружие. Есть ли это сейсмическое оружие, так уж, положа руку на сердце. Это все открытый вопрос. И сейчас все зависит от того, как сумеет Эрдоган отреагировать на это, потому что он же был мастер переворачивать ситуацию в свою пользу. Да, не откажешь ему. Обращаться к народу напрямую. Да, да. Ну и вот давайте, наверное, последний вопрос, как раз возвращаясь к вашему конкурсу молодых ученых. Константин... Кстати, первая работа вчера же вечером пришла. Вот, видите, вот как раз. Так, это вы уже прочли, это ваша реакция... Я ее не прочел. Понятно, что у кого-то есть свежая работа, вот прислали. Ну, я потрясен скоростью. А, вот вы потрясен потому что мне просто интересна реакция. Вот это, что вы посмотрели и уже как-то возникли вопросы. Константин спрашивает. Здравствуйте, Михаил Геннадьевич. Вопрос, касающийся конкурса и советовской работы. Возможно ли представить две работы на рассмотрение в разных направлениях или один автор на работу? Возможно. 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 Я сначала хотел ввести ограничения, потом подумал, но в конце концов, есть же люди талантливые в разных сферах. Почему нет? Да, то есть, если... Константин, если есть силы, возможности, и вы считаете, да, что можете и так, и так, то я думаю, что Михаил Геннадьевич будет только... все остальные все остальные члены жюри будут просто счастливы. Безусловно. Поэтому... Чем больше работ, тем лучше. В общем, присылайте ваши работы Михаилу Геннадьевичу Делягину, ну и я напоминаю в конце передачи еще раз про книжку Александра Островского, вот как Михаил Геннадьевич просит обратить внимание на вот этот подзаголовок в самом верху. «Стыдные тайны XX века». Солженицын, прощание с мифом. И очень интересно, что Солженицын, практически Навальный стал пародией на Солженицына. Да, пародия. Потому что он, как бы, это тоже был совместный проект, просто на два уровня ниже. Конечно. Предисловие Андрея Ильича Фурсова, послесловие Михаила Геннадьевича Делягина. Ну и здесь такой слоган «Делягин и Фурсов рекомендуют прочитать». Где приобрести эту книжку, вы узнаете в ссылке в описании к этому видео. Так что Александр Островский, об Александре Солженицыне. Ну, надо изучать нашу историю и такие страницы в ней также были. Ну что ж, благодарим Михаила Геннадьевича Делягина. Михаил Геннадьевич сегодня отвечал на ваши и мои вопросы. Депутат Государственной Думы от фракции «Справедливая Россия за правду». Экономист. До новых встреч. Заместитель председателя Комитета по экономической политике. Во как. Так что, ну и еще автор телеграм-каналов по-моему, «Делягин Спешл». И есть никак со мной не связанный канал «Неделягин». Но они на мне специализируются. Я чувствую себя насекомым, которого тщательно изучают и разбирают просто по усикам, по лапкам. И, ну, в общем, у них получается не так уж и плохо. Меня зовут Роман Шахов. Смотрите Аврору, слушайте Аврору, подписывайтесь на Аврору, ну и помогайте Авроре, чем можете. Самое главное – помогайте. Спасибо, всего доброго и всех благ. Счастливо. Спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok